Всем привет! В этом видеоролике, как многие меня просили, я сделаю туториал по превью PUBG Mobile. Перед началом видео, как всегда, не забудьте подписаться на канал, поставить лайк, а также написать комментарий. И также не забывайте, что в моем телеграм-канале будет PSD этой превью, которую мы будем делать сегодня в видеоролике. Ссылочка есть в описании, переходи и подписывайся. Также хотел поблагодарить вас за 200 подписчиков, огромное вам спасибо. Ну а я не буду тянуть, приступаем к нашему видеоролику. Итак, вот в таком стиле мы будем делать сегодня превью по PUBG Mobile, да? Ну, если честно, выглядит превью довольно-таки сочно и кликабельно, поэтому я попытаюсь что-то подобное сегодня повторить. Я взял вот такие исходники, обработал их через нейросеть Topaz Gigapixel. Я про эту нейросеть показывал в видео про обработку исходника, можете найти у меня на канале. Вот такие исходники я взял, также взял вот такой фон, такие искорки и, в принципе, все. Итак, давайте составлять нашу композицию и потом приступим к обработке наших исходников. Для начала ставим наш фон. Как мы видим, на той превью этот фон один, как бы он просто разделен на две части. Так, далее, что мы добавим, это скины. Как мы видим, тут на превью два скина расположены близко к экрану. Давайте сделаем точно так же. Берем вот этого панду. Для начала давайте определим центр превью. Он у нас находится где-то вот тут. Берем вот этого панду. И увеличиваем его где-то вот так. Я думаю, нормально будет. И берем вот этот скин и точно так же его увеличиваем. Далее, как мы видим, сзади у нас есть такие искорки небольшие, поэтому давайте их добавим. Вот такие какие-то я взял. Они не совсем, конечно, похожи, но да ладно. И ставим режим наложения экран. Пока что вы ничего не видите, да, они малозаметны, но они потом будут отображаться хорошо. Давайте вот такие сделаем подложки для сообщений. Типа идет диалог какой-то, да. Просто берем, создаем новый слой. Берем фигуру. Обводку убираем. Заливку ставим белым цветом. Создаем вот такой прямоугольник. И вот здесь мы просто ставим сглаживание на 50, что ли, я думаю. Ну, давайте так оставим. И далее поверх фигуры мы создаем вот такую штуку. И вот тут на углу мы делаем вот такой треугольник. И закрашиваем его белым цветом. И добавляем этому объекту небольшую такую плотную тень. Чтобы у нас получалось вот как-то так. Теперь давайте расположим как-то наше вот это облако мыслей, так скажем. Отражаем по горизонтали. И добавляем вот этому персонажу. И далее нам, как мы видим, нужно сделать вот тут такой логотип VS. То есть versus, то есть против. Ну, как вам удобнее будет называть это все дело. Например, берем шрифт Fortnite. И вот так делаем. Просто пишем V. И поверх букву S. И вот так вот просто их вот так объединяем. Далее нам нужно накинуть какой-то золотой градиент. Добавляем этому тексту вот такую тень. Ставим ее где-то вот так. Нажимаем ОК. Перекидываем этот стиль слоя на букву V. Давайте создадим обводку на нашем тексте. Ее мы делаем снаружи. А дальше мы с вами делаем вот что. Мы под вот этими буквами создаем новый слой. Берем черную кисть. И вот тут просто вот так зарисовываем. Далее мы объединяем это все дело. Преобразуем в смарт-объект. И накидываем новую обводку. Ее мы делаем градиентом. Ставим такой градиент. Тут мы ставим, к примеру... Ну, не знаю, какое сочетание цветов можно взять. Давайте возьмем зеленый-фиолетовый. Не знаю, почему-то мне это в голову сразу пришло. Поэтому давайте такие цвета возьмем. Вот так ставим. И что нам нужно сделать далее? Мы берем и делаем угол этой обводки. То есть какой-то вот такой, что ли. Масштаб мы делаем вообще на минимум. Далее, что мы делаем? Это на фоне создаем два разделения света. То есть первый у нас будет, я думаю, фиолетовый. Другой у нас будет такой зеленый. Вот этот цвет мы ставим зеленым. Выделяем. Выделение инверсия. И вот эту сторону мы с вами заливаем фиолетовым цветом. Вот так у нас получается. Теперь мы обработаем, давайте, фон. Чтобы он был, ну, однотонным, так скажем, да. И чтобы цвета под него хорошо ложились. Светлые области выкручиваем. Чуть выкручиваем тени. И делаем это все, в принципе, на глаз. Чтобы как-то так получилось. Затемняем его немного. И, в принципе, все. Давайте теперь поставим режим наложения этим слоям. Какой больше им подойдет. Вот, в принципе, перекрытие довольно-таки неплохо тут смотрится. Теперь нам нужно размыть фон. Выбираем просто размытие по гауссу. И делаем как-то вот так. Далее, поверх нашей работы мы накидываем вот такую виньетку. Небольшую, да, полувиньетку. Делаем вот как-то так. На нашем фоне мы делаем то же самое. Вот тут по краям в основном затемняем. И создаем вот такой эффект. Затемнение по краям. Создаем черный слой. Заливаем его полностью черным цветом. Ставим в режим наложения экран. Наверху создаем еще один слой. Привязываем его к черному слою. И поверх создаем просто карту градиента. И ее тоже привязываем. Берем белый цвет. И просто создаем свечение за нашим персонажем. Копируем карту градиента. И тут мы просто ставим какой-нибудь такой зеленый яркий цвет. Вот, например, такой. И теперь за нашим пандой вот этим делаем такое свечение. Тут, наверное, шрифт используется хедлайнер Eno45. Поэтому давайте его добавим. Давайте напишем какую-то фразу из PUBG. Это самый сильный TDM унижатор. Вот так наклоняем текст. Ставим его где-то по центру вот сюда. Чуть увеличиваем. Вот как-то так делаем. Вот такой текст у нас получается. Давайте его чуть уменьшим. Думаю, даже наклон поменьше сделать. Вот как-то так. И вот такой небольшой текст у нас получается. Правда, я его поправил. Вот такой текст у нас выходит. Теперь давайте накинем стиль на наш текст. Просто создаем градиент. Ну, в принципе, что-то такое у нас получается по тексту. Также давайте нашей подложке добавим какую-то легкую такую тень. Вот как-то так, я думаю, будет, в принципе, нормально. Теперь давайте в наши вот эти облачка с мыслями допишем какой-то текст. Возьмем шрифт BeBus. Это что? Не знаю, давайте такое что-то напишем. Растянем вот тут. И вот тут какой-нибудь поставим смайлик. Например, вот такой. И давайте тут напишем тебе конец. И вот как-то так у нас что-ли получается. Я тут еще решил на задний фон добавить каких-то молний, чтобы они как-то дополняли нашу картину. Вот как-то так у нас выходит. Теперь давайте обрабатывать наши все исходники. Теперь, я думаю, давайте сделаем контурный свет на наших персонажей. Он, как вы видите, на вот этой превью довольно-таки простенький. То есть тут особо не надо запариваться, да. Тут вообще практически этот контурный свет как обводка. Вот. Но я попытаюсь что-то похожее может сделать. Не знаю, сейчас давайте посмотрим. Ну и вот такая превью у нас получается. Давайте теперь делать цветокоррекцию. Объединяем все слои. Преобразуем в смарт-объект. И заходим в камеру RAW-фильтр. И тут мы просто с вами делаем цветокоррекцию на глаз. Как вам больше нравится. Вот такую цветокоррекцию я сделал. И теперь давайте сделаем цветокоррекцию в Ник Коллекшн. Это у нас будет финальная цветокоррекция. Немного уменьшаем непрозрачность. И вот такая превью у нас получается. На этом все. Пишите как вам эта работа. Нормальная или плохая. Средняя. Более-менее. Ну короче пишите свое мнение в комментариях. PSD это превью я оставлю по ссылке в описании у себя в телеграм канале. В общем на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь. Ставьте лайки. Не забывайте писать комментарии. Всем удачи. И до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за просмотр.